В предыдущих видео, посвященных первой и второй главам монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе» мы уже обсудили с вами путевую структуру и подвижной состав SkyWay, а сегодня поговорим о третьей главе, заглавленной «Задачи механики высокоскоростного транспорта». В ее начале речь идет о динамике движения транспортных модулей по струнной направляющей и в связи с весьма высокими требованиями, предъявляемыми к прочностным параметрам скоростного транспорта типа SkyWay, рассматриваются решения комплекса теоретически и прикладных задач. В высокоскоростной транспортной системе важнее не статическая, а динамическая жесткость. Уже исследованы и определены конструктивные особенности путевой структуры и режимы движения юнибусов, при которых отсутствуют резонансные явления в рельсе-струне при скоростях до 500 км в час. Более того, колебания пути будут возникать и оставаться позади движущегося транспортного модуля, гаснуть за одну десятую полсекунды, а следующий за ним подвижной состав будет двигаться по невозмущенному идеально ровному полотну. На основании существующих расчетных методов рассматриваются особенности прочностной оценки подвижного состава и струнные направляющие, определяющие безопасность эксплуатации SkyWay. Здесь использованы те же принципы, что и при проектировании висячего моста. Тот или иной элемент должен демпфировать колебания конструкции в своем диапазоне частот. Таким образом, элементы с различными функциональными свойствами – высокопрочные струны, демпфирующий заполнитель, тонкостенный защитный корпус, при необходимости специальная головка с высокой контактной жесткостью и антифрикционным покрытием – обеспечивают необходимые характеристики, направляющие в целом. В результате будут гаситься все возможные колебания конструкции – от низко- до высокочастотных, как от воздействия одиночных модулей и их потока, так и под действием ветра, в том числе порывистого и так далее. При этом, благодаря инерционности и высокой жесткости высокоскоростного рельса струнного пути, обусловленной как натяжением струны, так и изгибной жесткостью самого рельса, динамическая амплитуда колебаний конструкции будет незначительно отличаться от статической. Далее в главе подробно описывается композитная конструкция, направляющей струнной транспортной системы, из чего состоят и что представляют собой струны, как элементы, воспринимающие усилия натяжения, что обеспечивает их монолитность и связь между собой. А это мы уже кратко иллюстрировали в одном из предыдущих выпусков. Несмотря на то, что во время написания монографии уже имелся значительный опыт исследования напряженного состояния отдельных элементов, рассмотренной выше композитной структуры, для прочностного исследования, направляющей SkyWay, автор указывает на необходимость построить модель, комплексно учитывающую механические свойства всех составных частей, адгезионное взаимодействие в соединении головка-корпус, контактное нагружение головки и предварительное натяжение струн. Как вам известно, в настоящее время центр испытаний «Экотехнопарк SkyWay» уже создан, но мы продолжим разговор об этом, специфики уточненных исследований с привлечением современных матричных методов расчета упругих систем и на современном подходе, необходимом при проектировании подвижного состава SkyWay уже в следующем выпуске, посвященном второй части третьей главы. Увлекательного вам чтения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok